Короткий брифинг. В составе комиссии под руководством министра курортов края, представителей муниципалитета, краевых и федеральных контролирующих структур, а также правоохранительных органов. Работа ведется по всему побережью по поручению губернатора. Особое внимание выявленным болевым точкам. Несмотря на то, что большой утриж, признанная жемчужина Анапского побережья, она же по результатам мониторинга оказалась одной из самых проблемных. Багбаум установлен на публичном сервисуете, правильно я понимаю? По словам владельцев шлагбаума, вырученные деньги помимо зарплат идут на уход за прилегающей территорией. Однако, согласно кадастру, данная земля предназначена для размещения промышленных, а не коммерческих объектов. У меня просьба тогда большая к муниципалитету, иницируйте обращение в суд с точки зрения нахождения здесь объекта. Уже за шлагбаумом вопросы к безопасности. Люди купаются, берут на прокат маломерные суда. Да, однако, рядом нет спасателей и медиков. Зато процветает торговля. Обеспечивать безопасность должен или владелец участка, или предприниматели. У муниципалитета здесь нет полномочий. Земля находится в федеральной собственности. Христофор Константиниди поручил направить владельцам соответствующее письмо. На пляж в районе улицы 40-летия Победы уже второй визит в этом году. После первого здесь стало значительно чище. Однако остаются вопросы к инфраструктуре. Арендатору необходимо исправить их к будущему сезону. Стоит отметить, что вопросы безопасности требуют особого внимания. Наличие оборудования, наличие спасателей на всех пляжных территориях. Кроме этого, комиссия сейчас обращает внимание на благоустройство, на соответствие требованиям ГОСТов, методических рекомендаций по благоустройству пляжей. И помимо замечаний, конечно, отмечены и лучшие практики. Ряд пляжей города-курорт Анапы вошли в лучшие практики. Организации безопасности, благоустройства пляжных территорий, которые, конечно, заслуживают внимания. Ну и это как раз для того, чтобы популяризировать это направление, как лучшие примеры. Работа Межведомственной комиссии, она приводит к тому, что, первое, мы достигаем той цели, это обеспечение безопасности нахождения наших граждан именно на курорте Анапы. Соответственно, это качество пляжного оборудования, это качество техоказания услуг, которые находятся на пляже. Это торговля, это другие виды услуг. И, конечно же, работа этой комиссии, она сильно помогает нам. Однозначно, позитивные моменты есть, но работы еще много, и мы будем работать и продвигать наш курорт. Это лишь один из положительных примеров, о которых говорил министр. Цвет белый, это означает, что инфраструктура не будет нагреваться, а с другой стороны, выглядит свежо. Обожаю 15 лет, ну с перерывами, конечно, но езжу, обожаю очень Анапу. Москвичке Ксении Иванюшкиной нравятся песчаные пляжи. На Черноморском побережье их не так много, Анапа в этом плане настоящий рай. При этом уровень сервиса растет по мере того, как меняется менталитет отдыхающих. По сравнению, вы знаете, что с Советским Союзом, когда мы отдыхали, когда вот эту кукурузу ели, курили, все это все в песок, вот это все. Здесь такого нет, чистота и порядок. Пляжи замечательные, да. Потому что я очень много отдыхала за границей, мне есть чем сравнивать. Замечательный песочек, очень культурно все. Лучшие пляжи претендуют на специальную номинацию премии «Курортный Олимп». Есть, конечно, и некий средний показатель, но, как и на любом рынке, все тянутся за лидерами. Условный Олимп становится все выше, а значит, выигрывают отдыхающие. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин